добрый день уважаемые коллеги меня зовут бабич александр и сегодня мы с вами поговорим об установке и конфигурировании ширпойнта 2013 три основных момента нам стоит с вами обсудить в рамках этого урока во первых как подготовиться к установке ширпойнта каким образом мы можем его установить как мы можем автоматизировать эти действия с помощью скриптов и также мы с вами обсудим моменты настройки параметров фирмы ширпойнта как в ручном режиме так и с помощью мастера поговорим о том какой подход в каких случаях более предпочтителен какие есть плюсы и какие есть минусы у каждого подхода первый наш урок будет называться установка ширпойнт сервера прежде чем собственно бросаться устанавливать ширпойнт следует знать что есть требования связанные с учетными записями необходимыми для установки ширпойнта вот вначале мы первое чего мы начнем это мы как раз и поговорим о том какие учетные записи нам нужно создать какими правами они должны обладать дальше мы перейдем к рассмотрению пререквизитов то есть тех компонентов которые должны быть установлены перед началом установки ширпойнта далее мы поговорим немножко про нюансы na3 ки сиквел сервера поговорим про отслеживание установки ширпойнта в интернете про то как мы можем запретить установку ширпойнт в интернете поговорим про установку языковых пакетов если мы хотим чтобы наши наша среда поддерживала более одного языка. Обсудим различные топологии и закончим мы обсуждением Farm Configuration Wizard, какие он преимущества и какие недостатки имеет в сравнении с ручной настройкой. Начнем, как я и говорил, с учетных записей. Мы с вами не забываем, мы не забываем о том, что мы имеем дело с целой фермой серверов. У нас есть контроллер домена, у нас есть сервер баз данных и у нас есть SharePoint сервер, ну как минимум один SharePoint сервер, вот в нашем случае, в нашей виртуальной среде, он объединяет в себе Web Frontend сервер и сервер приложений. Естественно, все эти сервисы, которые у нас там на SharePoint крутятся, они работают под, с правами какой-то учетной записью, под какой-то учетной записью. Естественно, также необходимы административные учетные записи. Ну вот в чем разница, очень легко здесь можно разобраться. Сервисная учетная запись, это запись, под которой никто в систему не входит. Она создана специально для того, чтобы под ней, с ее правами, выполнялся какой-то сервис. Административная учетная запись, это запись, под которой мы входим для настройки каких-то изменений, настройки каких-то параметров на SharePoint. Ну вот здесь посмотрите на слайде, перечислены четыре минимально необходимых учетных записей, которые вам нужны для установки SharePoint. Сервисная учетная запись SQL сервера, учетная запись для установки, Setup Account, это учетка, под которой вы запускаете инсталляцию SharePoint. Учетная запись фермы, Farm Account, это учетная запись, которую вы указываете в процессе установки SharePoint, и которая уже сама программа инсталляции, которая наделяет всеми необходимыми правами. Ну и также нужны учетные записи пулов приложений. Все эти учетные записи, они естественно доменные, да, они, ну вот например учетные записи пулов приложений, эта запись не имеет административных привилегий. Ну вот что касается Setup Account, Farm Account, здесь да, вот например Farm Account, она должна быть опять-таки учеткой доменной, да, и в процессе установки, в процессе установки инсталляция SharePoint, программа инсталляции, она даст все необходимые роли в SQL Server, такие как там DB Creator, Security Admin и так далее. Ну что касается Setup User Account, естественно это должна быть доменная учетка, это должна быть учетная запись, которая принадлежит группе локальных администраторов на сервере. Application Pool аккаунты уже озвучивал, каждое веб-приложение будет работать в каком-то Application Pool, а может быть они все будут в одном пуле работать, поэтому тут так расплывчато сказано, учетные записи пулов приложений. Естественно это что, это доменная учетная запись, права должны быть какие, для доступа к базам контента, ну собственно и все по большому счету. Ну а что касается SQL Service, сервер сервисной учетки, тут в принципе все достаточно просто, да, вы можете использовать встроенную учетную запись, можете создать свою собственную, если вам это необходимо, но опять-таки это доменная учетная запись. Подробнее можно посмотреть в материалах к этому уроку, там есть ссылочка на статью в TechNet, где расписана, даже не расписана, там большая таблица, в которой приведены все, абсолютно все необходимые для работы SharePoint учетные записи, их права, объясняется, зачем они нужны, вот я очень советую с этим документом ознакомиться. Но, предположим, у вас есть все необходимые учетные записи, что дальше? А дальше, прежде чем устанавливать SharePoint, необходимо установить пререквизиты, те компоненты, от которого зависит работа SharePoint. К счастью, нам не нужно смотреть список этих пререквизитов в каком-то файлике, не нужно их вручную скачивать, запускать по одному. В состав инсталляционного пакета SharePoint входит маленькая утилитка под названием Microsoft SharePoint Product Preparation Tool. Вот что она делает? Она делает как раз то, что я только что озвучивал, то есть автоматически загружает все необходимые пререквизиты и потом позволяет их установить, опять-таки, в автоматическом режиме. Загружается откуда? С Microsoft Download Center. То есть, для того, чтобы эта утилитка могла свою работу выполнить, естественно, ваш сервер должен иметь доступ к интернету. Если у вас доступ в интернет сервера отсутствует, тогда вы можете, в принципе, что сделать? Вы можете очень легко поступить, запустить эту утилитку. Вот, кстати, на слайде вы видите скриншотик. Утилита попыталась подключиться, попыталась скачать пререквизиты и показала список того, чего не удалось. То есть, то, что ей нужно установить, нужно скачать. Вы можете все эти вещи сами скачать самостоятельно, вы можете их положить в какую-то папочку. Ну и, соответственно, что? Соответственно, есть такая вещь, как файл аргументов, пререквизит Installer.txt. Вот в лабе вы это увидите в лабораторной работе. И в этом файлике вы можете прописать путь, где, собственно, все эти вещи лежат, которые вы скачали. И после этого что? После этого снова запускаете эту утилитку. Она теперь уже знает, что не надо лезть в Download Center. Она теперь уже знает, что надо в этом файлике. Прочитала путь к папке, где все это лежит. И все это оттуда взяла и установила. Еще один важный момент, который нужно озвучить. Вот установили вы пререквизиты. Прежде чем запускать инсталляцию SharePoint, хорошая идея настроить алиасы для SQL сервера. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что ваш сервер, сервер баз данных, где SharePoint будет хранить базы контента. Это значит весь свой контент. Это значит база конфигурации фермы, где все настройки будут храниться. Вот этот сервер, хорошая идея обращаться к нему не напрямую и в SharePoint, чтобы SharePoint обращался к нему не напрямую, а по синониму или по алиасу. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы потом была возможность уже в процессе, работающая, когда у вас будет система, была возможность поменять этот сервер. То есть, имя сервера изменится, баз данных, но мы обращаемся по алиасу. То есть, этот алиас можно переназначить, перенаправить на любую машину в домене. Как это делается? Делается достаточно просто. Бесплатная утилита, стандартная утилита Clickonfig, она вместе с Windows поставляется. Найти ее достаточно просто в папочке C-Windows System 32, но это для 32-битной версии. И C-Windows SysWOV64 для 64-битной версии. То есть, с помощью этой простой утилитки нет никаких проблем. Вот скриншотик этой утилитки здесь показан. Тут вкладочка General открыта. На вкладке алиас можно просто добавить синоним для нашего SQL сервера. И потом, когда вы будете уже SharePoint устанавливать, вы указываете не имя сервера, а указываете вот этот вот синоним, который вы здесь задали. Кроме Clickonfig вы можете использовать SQL Server Configuration Manager. То есть, его помощью, в принципе, тоже без проблем можно задать алиас для SQL сервера. То есть, у вас есть выбор. Либо Clickonfig, либо Configuration Manager. И еще один маленький момент. Это вы должны проделать на всех веб-серверах и серверах приложений в составе фермы. В рамках нашей лабораторной работы у нас всего один SharePoint сервер, который объединяет в себе веб-фронт-энд и сервер приложений. То есть, на нем мы эту утилитку запустим. И 32-битную, и 64-битную версию. Если у вас таких серверов несколько, то эти действия должны быть повторены на всех этих серверах. Я бы советовал использовать как раз вот Clickonfig. Намного проще. Не надо ничего устанавливать, добавлять какие-то компоненты. Утилита уже в комплекте вместе с Windows поставляется. Она у вас уже есть. Запустили, проделали. В лабораторной работе вы увидите, как это делается. Еще один важный момент. Это отслеживание инсталляций SharePoint 2013. В интернете не только у вас могут быть соответствующие права для установки SharePoint. И представьте себе такую ситуацию. Вот вы установили SharePoint. Это будет вот такой внутри корпоративный единый большой портал. И вы не хотите давать возможность другим подразделениям в интернете устанавливать тоже для себя SharePoint. Это тоже достаточно просто проделать. Знакомая утилитка от C-Edit. Вы можете ее использовать. Для чего? Для того, чтобы можно было отслеживать установку SharePoint. Ну а для того, чтобы просто запретить эту установку, здесь вообще все очень просто. То есть вы добавляете с помощью, например, тех же групповых политик, вы добавляете на серверах, где вы подозреваете, могут быть такие попытки, добавляете в реестр соответствующий ключик. Вот на скриншоте он показан, Disable Install. Если вы поставите там значение равное единице, это будет означать, что устанавливать тут SharePoint будет нельзя. Подробнее вы можете опять-таки посмотреть в материалах к этому уроку. Но по большому счету вы видите здесь все достаточно просто. Что касается лэнгвич паков, языковых пакетов, достаточно часто необходимо дать возможность создавать пользователям, создавать сайты на разных языках. Достаточно часто возникает необходимость опять-таки раз сайты на разных языках. Это множество преимуществ дает и теги управляемых метаданных или термы, как их Microsoft называет, тоже могут иметь языковые версии. Как это делается? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно установить языковый пакет. Вы их загрузили, вы его установили. Но предварительно надо установить соответствующие языковые файлы Windows. Потом что мы делаем? Устанавливаем лэнгвич паки и повторно запускаем SharePoint 2013 Product Configuration Wizard. Если вы устанавливали раньше и имели опыт установки предыдущих версий SharePoint, то вы знаете, что установка эта идет в два, даже в три этапа. Сначала идет собственная инсталляция, то есть копирование необходимых файлов для работы SharePoint. Затем у нас запускается SharePoint Product Configuration Wizard, который что делает? После того, как уже все файлы скопированы, он создает базу конфигурации фермы, настраивает все необходимые параметры и создает Central Administration. Работа Product Configuration Wizard заканчивается тем, что открывается Central Administration. Дальше вы можете Farm Wizard запустить для того, чтобы сконфигурировать ферму. Product Configuration Wizard по сути ферму вам предоставил. И либо можете вручную настроить параметры фермы. Так вот, если речь идет об установке языковых пакетов, после того, как вы его установили, вам нужно заново запустить вот этот второй этап. Product Configuration Wizard, чтобы он сконфигурировал ферму на использование этих языковых пакетов. Удаление в обратном порядке делается в принципе достаточно просто. Можно через панель управления, как обычное приложение Windows, вы можете удалить лэнгвич паки. Естественно, не нужно забывать после того, как лэнгвич паки удалили, не нужно забывать удалить те шаблоны, которые специфичны для конкретного языка. И еще один момент. Если вы планируете удалять SharePoint сервера, то понятно, наверное, что сначала надо лэнгвич паки удалить, а потом уже SharePoint удалять. Этот момент мы тоже обсудили. Теперь давайте пойдем дальше и поговорим о возможных топологиях. Я еще в прошлом уроке обещал, что мы их обсудим. Есть несколько вариантов топологии ферм для установки SharePoint. У вас может быть один единственный сервер. В качестве сервера баз данных используется SQL Server Express Edition. На нем же установлен вот такая конфигурация, когда машинка только одна и все в одном. Вот такая конфигурация называется Standalone. То есть все компоненты SharePoint сбрасываются на один сервер и у вас сервера баз данных отдельного нет, не было до этого. Вы не говорите, какой использовать. А инсталляшка просто ставит SQL Server Express Edition. В принципе, выглядит достаточно заманчиво, но понятно, я думаю, вы догадываетесь, что с масштабированием не все так хорошо. Поэтому вот такой вариант, такая топология, она рекомендуется только для оценки возможностей продукта. То есть поставили SharePoint, чтобы поиграться, посмотреть, что получится. Обращали внимание, даже в этом курсе у нас целая виртуальная инфраструктура из трех виртуальных серверов. Очень редко даже в учебных целях вот такая топология используется. Standalone сервер, на который устанавливаются все компоненты SharePoint. Тем не менее, может быть вариант использования такой топологии для малых рабочих групп до 20 человек. Если там не очень серьезные сценарии, просто нужно какие-то документы хранить, иметь приятный веб-интерфейс для доступа к ним, то в принципе можно рассмотреть такой случай. Хотя опять-таки не стоит забывать об ограничениях Express Edition. Вы помните, наверное, что размер базы данных для SQL Server Express не может быть больше 10 гигабайт. User Profile Synchronization вы не сможете настроить. Ну и опять-таки будут проблемы с масштабированием. Поэтому чаще всего встречается вариант, когда у нас отдельно сервер баз данных. Вот опять-таки один сервер у нас есть. На нем стоит SQL Server настоящий, да, не Express Edition. Мы на него же можем поставить SharePoint и указать его же в качестве сервера баз данных. В этом случае у вас развязаны руки. В том смысле, что у вас как бы получается ферма, но ферма из одного сервера. Просто один сервер играет несколько ролей. Вы можете позже добавлять сервера, масштабировать топологию. То есть добавить, хотите еще там веб-фронт-энд сервера, хотите, можете добавить сервера приложений, можете сервера баз данных добавить, там какой-то кластер построить. Мало ли, если вдруг захочется. Проблем никаких нет и ограничений нет тех, которые были в случае Express Edition. Вот это вот более правильный вариант. Хотя все-таки у нас, даже в нашей виртуальной среде, вот я показывал в прошлом уроке демонстрацию, вы видели. У нас все-таки сервер баз данных выделен отдельно. То есть это уже двухзвенная топология. И третий вариант развертывания. Это несколько серверов. Серверов, вот это уже действительно реальные сценарии. Даже в наших лабах мы их пытаемся моделировать. Это наиболее масштабируемое решение. Отдельно есть сервер баз данных, отдельно веб-фронт-энд сервера, отдельно сервера приложений. И мы можем добавлять любое количество серверов. То есть масштабировать нашу ферму так, как мы хотим. Про роли, в принципе, мы уже говорили. Веб-сервер это сервер, который занимается рендерингом контента. То есть отображением необходимого контента в браузере. Сервера приложений, там у нас крутятся сервисы, обеспечивающие нужный бизнес-функционал. Сервера баз данных, ну они хранят собственно в себя контент. База контента, база настроек. Вот это реальный сценарий, когда каждая роль отдельно. Наиболее действительно масштабируемый вариант. Хорошо. Установили мы SharePoint. Выбрали мы себе топологию по вкусу. Установили SharePoint. Я уже озвучивал, как выглядит процесс установки. Сначала копируются необходимые файлы. Затем у нас Product Configuration Wizard создает Central Administration и открывает его. И затем наступает третий этап, где нам нужно настроить параметры фермы. Есть два варианта это сделать. Вы можете использовать Farm Configuration Wizard. Автоматически, легко и просто он предоставит вам готовую к использованию ферму. Но, я думаю, вы уже привыкли, что те вещи, которые делаются автоматически, они далеко не всегда делаются оптимально. Что делает Farm Configuration Wizard? Он конфигурирует все необходимые сервисные приложения. Причем не те, которые вам необходимы. А те, которые чаще всего используются. Excel Calculation Service, Management Data Service и так далее. То есть, насоздавал сервисных приложений. Использует, что он дальше. Создает первое веб-приложение пустое. Вот он вам его показывает. Это далеко не всегда нужно. Он не делает каких-то тонких настроек. Он не делает там, ну не знаю, не пытается, например, использовать разные сервисные приложения для разных сервисов. То есть, он делает это просто не оптимально. Он просто делает вам готовую к использованию ферму, чтобы вы могли уже иметь, видеть что-то в браузере, с чем можно играться. Поэтому всегда рекомендуется все-таки настраивать ферму вручную. Неважно, через Central Administration, неважно, через PowerShell. Контроля больше. То есть, вы можете, во-первых, создать только те учетные... Создать только те сервисы, которые вам необходимы. Сервисные приложения. Вы можете использовать те учетные записи для каждого из сервисов, которые вы считаете нужным. То есть, действительно, вы можете более тонкую настройку произвести. Помните, вот буквально совсем пять минут назад, наверное, совсем недавно, мы говорили о том, что Standalone конфигурация это только для того, чтобы ознакомиться с возможностями SharePoint. Я бы сказал, что результат работы Farm Configuration Wizard, он делает вещи, необходимые для того, чтобы получить сразу какой-то минимальный рабочий SharePoint, ознакомиться с его возможностями. В реальных сценариях так делать не стоит. Стоит настраивать все вручную. Ну и вот мы с вами уже потихоньку, вы видите, добрались до первой нашей лабораторной работы. Мы обсудили моменты, основные моменты установки SharePoint. И теперь что? Теперь пришло время это пощупать на практике. Первая наша лабораторная работа, она будет посвящена созданию фермы SharePoint. На слайде вы видите, какие нам нужны машины. Нам нужно четыре машины. Контроллер домена, контроллер баз данных, SharePoint сервер и сервер, на котором установлены уже Office Web Apps. Мы их будем интегрировать с нашей SharePoint фирмой. Заходим под администратором. Стандартный пароль, вы видите, пасворд. Все эти моменты, они расписаны у вас в материалах к этому уроку. И там же написано, где взять эти виртуальные машины. Как их импортировать, я показывал в нашем вводном уроке. Сейчас я предлагаю, давайте ознакомимся со сценарием лабораторной работы. И я ее проделаю, чтобы вы видели, как именно выполняются основные действия по установке SharePoint. Ну, а дома потом вы можете эти виртуальные машины взять и попробовать повторить все эти вещи. То есть, пощупать все это собственными руками. Каков сценарий? Вы помните, что в каждой лабе вы играете роль сотрудника IT-отдела компании Кантоза, который выполняет какие-то задачи по развертыванию SharePoint. И в данном случае наш отдел, он уже создал ферму из четырех серверов. Уже есть контроллер домена, есть сервер баз данных, есть сервер веб-приложений офиса, есть сервер SharePoint. Нам нужно что? Предоставить готовую к использованию ферму серверов. То есть, надо что сделать? Надо выполнить подготовительные задачи, такие как алиасы для SQL сервера, вот то, что я уже говорил вам. Также мы создадим необходимые учетные записи. И попробуем использовать SharePoint Product Configuration Wizard для того, чтобы завершить настройку фермы. Результат работы SharePoint Product Configuration Wizard, вы помните, это будет что? Готовый работающий Central Administration. Так что дальше можно будет уже конфигурировать нашу ферму. Вот такая лабораторная работа. И сейчас мы, вернее я, приступлю к ее... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok